Фу, *** компетент. Закрывайте его, ***. Понять сейчас будет. За какую экологию они вообще в городе борются. Городская экология волнует Ярослава, как и любого другого. Молодой человек работает водителем, за день объезжает почти весь город. И по радио в машине только и слышит, как президент раздаёт поручения, как местные власти готовят какие-то грандиозные планы, которые когда-то реализуют. Ну вот же мини-заводы на колёсах прямо у нас под носом. У меня у самого старый автомобиль. И то я не езжу, если он у меня начинает дымить. Пытаюсь устранить эту проблему. Но этим автобусам уже лет по 20, наверное. Давно пора уже их списать. Всего в Красноярске почти тысяча маршруток. Каждая третья принадлежит городу. Им, как уверяют власти, не по 20 лет, а по 10-15. И все машины дважды в год проходят техосмотр в ГИБДД. А те чёрные облака, которые мы видим на дороге, это просто такая техническая особенность, рассказывает заместитель руководителя муниципального автобусного предприятия. При резком движении начинает движение, с остановки выбрасывается столб дыма. Это сегодня не сгорает топливо до конца. Турбина не срабатывает при резком нажатии на педаль. И получается выхлоп. В том, кто пошёл, всё дальше выхлопа нет. То есть устройство дизеля такое предусмотрено конструкцией. Но конструкция это предусмотрена или нет, людям-то всё равно. После стольких лет под чёрным небом красноярцы хотят одного – не видеть дымки. Или хотя бы не дышать в пробке чёрным облаком от автобуса. Чиновники с гордостью говорят, в этом году мы заменим 74 машины. Ещё раз спасибо Универсиаде. 49 автобусов остались после игр. Как только новые автобусы будут поступать, начнётся, конечно, замещение. Старые автобусы будут выводиться из эксплуатации, будут замещаться новые автобусы. Но мы должны сохранять, вот если там порядка 900-950 автобусов в сутки выходят, ну, наверное, за счёт улучшения экологической ситуации вывезти 200 автобусов будет неправильно, потому что тогда просто никто ни на чём не уедет. И, видимо, на этих автобусах красноярцам тоже придётся ездить 10 лет. 25 маршруток взяли в кредит на три года. Денег на новые в бюджете нет. Как и соревнований, которые эти маршрутки нам снова подарят. Илья Филонов, Александр Тропин. Новости ТВК.